Пока мы этого раненого не осмотрели, я все это время думал, что мы с врагом воюем. Потому что, ну, только враг может прийти нас стрелять, правильно? Потому что здесь ситуация такова. Почему этот вопрос я поднимаю? Кто дал эту команду? Потому что мы-то вышли на телебашню еще днем. Нас видело очень много гражданских людей. Директор телецентра знал, что мы обороняем. То есть, получается, много кто знал, но кто дал сотрудникам ВВД дать команду штурмовать, может, это была специальная провокация, может, специально хотели такой резонансный этот, чтобы, ну, как потом, вот даже сейчас я буду рассказать, в обществе это тоже вызовет резонанс. Ну, как так? Пограничники вели бой с Орланом. О чем это говорит? То есть должны были знать, что вы там. Должны были, обязаны были знать. Тем более, насколько вот Джазин, он говорил, он еще днем приезжал, говорил, я уже в этот центр, АТЦ же есть, этот антитеррический центр, я туда доложил, что пограничники взяли под охрану или башню. Знаете, в чем прикол? Потом мне Ессом рассказывал, он, оказывается, когда спустился на скорой помощи, оказывается, Орланд собрался второй раз штурмовать. В этот раз они подогнали уже спецтехнику. Там уже человек 40 было, понимаешь? 40 человек, спецтехника, они все там уже накапливались, вот эти силы у подножия, вот это вот, где там площадка жизни, они приготовились второй раз штурмовать. И когда вот скорая остановилась, его прям вытащили, хотели избить этого Ессма. Командир остался, сказал, я, Джигатер, не трогайте, они же не знали, что это мы. Оказывается, они второй раз, я даже не представляю. Вы знаете, как говорится, Бог сохранил нас. Если бы они второй раз штурмовали, 40 человек, мы троем, наверное, уже не удержали бы. Численное меньшинство и... Ну, конечно, там же плотность огня, там просто, когда 10 человек стреляют, ты 11 в ответ стреляешь, ты даже просто, ну, это называется, как называется, огневое поражение. Подавление, точнее. Мы ничего не смогли бы сделать. И вероятность, скорее, погибли бы мы там. Ну, как говорится, Всевышний нас миловал, я здесь сижу. А тот парничка погиб, конечно, очень жаль. Все-таки я все-таки надеялся. Вы знаете, когда вот этот раненого увезли в госпиталь, я, когда генерал Джазин приехал, нас же осталось только двое, получается, я всю ночь не мог спать. Я вот так ходил кругами, ходил, ходил. Это была самая длинная, мучительная ночь в моей жизни. Потому что я вот так вот сидел, думаю, блин, что мы натворили, что мы натворили. Ведь мы же... Я же был уверен, что парничка, которого мы спасли, я был уверен, что он умрет. Это вот куда именно сахтада, что он выжил. Потому что он бы мне сейчас по ночам снился бы. Потому что, ну... Представляете, вот он когда умирает, у него уже глаза закатываются. Мы ему этой... Вот так его трясли, не умирай, не умирай. Приди в себя, там, этот... Он сидит, говорит, блин, мама, мама, хочу маме слово сказать. Когда вам телефон вытащили? Где? Говори, где? Вот, он говорит, ара. А там, ну, пальцем же, мы пальцем разблокировали. Мама, мама, ищем в телефоне маме. Тут звонок. А это командир его, начальство его ищет, получается, звонит. Мы сбрасываем. Опять пытаемся найти маму. Опять звонок. А мы сбрасываем. Вот я сижу такой... У меня такой шок, потому что... Такой ответственный момент, человек умирает. Ему хочется последние слова маме сказать. А он даже это не может себе позволить. Потому что его командир без конца ему звонит, звонит, звонит. Я думаю, блин, как сказать, какой паршивый вот этот момент, что человек, умирая, даже не может последний звонок маме сделать. Так я не смог, представьте. Потом мы уже просто психанули сотку, вырубили. К счастью, он выжил, да? К счастью, он выжил. Фу! Аллах сахтадов, потому что ты что, мне потом снился бы по ночам? Одно дело, когда ты с врагом воюешь. Я ведь на самом деле шок испытал не от того, что мы там сам бой, а от того, что своих мы. Понимаешь, мы же своих на самом деле. А вот тот погибший, он не от выстрела? Он, получается, тоже где-то, я не знаю подробностей. Либо он между двух машин, получается, как его защемило, что ли, есть такая... Зажало. Зажало, да. Либо все-таки мы в него попали. Я не знаю подробностей, как он погиб. Но это вот они его увезли, пытались в город. Они аж делали главную ошибку. Они должны его довезти в ближайшую больницу, это вот наш госпиталь. А они не знали про наш госпиталь, или ли, я не знаю, как... Они поехали в сторону 12-й горбольницы и не довезли этого. Потеряли время. Да, потеряли время, он кровью истек. Я ведь вам еще самое главное не рассказал. То, что про мой бой, это ерунда. Я вам скажу самое страшное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!